Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова тем что возвращал а прием в радостях полосы бы и без того попинал его жизни заброси в конце концов на эту мусорную свалку а ведь у один из его дружков под колледжу подумать только сейчас подвязается на большой киностудии главным администратором вот она судьба состояние в котором он находился в эту минуту было весьма далеко от просветления ветер налетевший неизвестно откуда давно уже низкой натужного делом до его картонной хибарой он все еще не замечал неловечего потрескивания в воздухе неукраганных порывов возметнувших вверх или кучи трепия обрывки газеты неудивительно алло развлечения заливавшего переулок легкое потрескание раздавшегося отошсюду превратилось заливающий шум по мерке гигантского велопоемника мусор поднятый ветром закружил сумасшедшим в водовороте шанс опомнился лишь когда снесло его картонную крышу он скорчился зажмой глаза и затронул уши чтобы не видеть рыбогряные языки молнии лежат политую дождем каменную стену жалко жадно разбиваясь в поисках любого металлического предмета молния точно живая передвижность на заржавевшей пожарной лестнице обезумие металлах вверх и вниз по водострочным трубам над домами переулка расцветали огни святого эйма электрический рад в атмосфере в форме светящихся пучков возникающих на концах высоких предметов при большой напряженности электрического поля гудение помех переросло в невыносимые ровки которые едва выдерживали барабанные перепонки окон и стекла разлетались в дебизге не избегая внутрь помещений каскадом осколков адский войс сигнальной сирены довершал свистопляску Бен был не робкого десятка всякого слава богу повидал на своем веку в такую переделку попал впервые перед рассветной небом осветилось пожаром искр а спустя доли секунды промахнул чудовищный взрыв когда охрана репортация завершилась и Кайл Рис, Файя пройдя во встречном направлении временной континуум материзовался в нужной точке пространства и времени траектория его движения сместилась тело Кайл Риса обрело свое очертание на высоте двух метров от земли несколько секунд он висел в воздухе покуда силы тяжести не потянуло его вниз и он не упал на мокрый асфальт обнаженный и дрожащий от холода он лежал подобрав под себя колени и закрыв глаза судорога которой сшило мышцы не давало ему расправиться как только произошел взрыв сплошная стена неумолкаемого гула окружающие окружавшие зону транспортации исчезла гудение стихло и только шуршание бумаги неспешно плавно оседавшее на земле напоминало о только что бушевавшем здесь огненном вихре первым ощущением Риса был отвратительный запах сгоревших волос от этого запаха он задыхался боль пронизал каждую пяточку его тела и его не предупредили что это будет вот так а может быть они сами не знают какая адская боль он сделал неглубокий вдох собирался силами потихонечку малыми порциями впуская в себя перенасыщенный озоном воздух лишь освоившись вдохнул по настоящему самому неприятному при переброске чувство переполненности воздухом казалось все это внутренности надуло и подвело вверх к самому горлу наконец то и это прошло он отказался но прозрачной мелькани космических полохов все еще заслонял от него картину ночного города мало по малу острота пережитого начала стираться срабатывали механизмы самозащиты организма по память не в состоянии длительное время сохранять образы такой яркости которые повышают порог человеческого восприятия с чем сравнить то что он испытал с падением шахту бездонного лифта ноги у него прийти у тебя перетянутые с проводом по которому пропущен только высокое напряжение и в одну секунду ты весь вспыхиваешь точную лампу в тысячу свечей горячие горячие напалом облегать тебе легкие прохладные струи дождя смывали болезненные воспоминания заставляя встряхнуться средоточиться на том ради чего он здесь он встал на колени упершись в асфальт руками и оставался так распростертый словно в смирительный акс в смиренной мольбе до тех пор пока земля не перестала ходить ходунов мелкие острые камешки царапали ладони пусть пока имея все это земное настоящее никак в том полете на грани между бытием и небытием рис поднял глаза и увидел глаза изумлено уставившись на него поверх куча хлама и если бы не эти блестящие глаза шансы в своем трепе неметы и не чесаные мог бы вполне сойти за вор окухляди рис понял что этот опустившийся пьяница не опасен на него можно не обращать внимания швелись рис мысленно подгонял сам себя вставай солдат хватит валяться в путь чтобы выгляниться во весь рост ему пришлось напрячься ноги еще не слушались его когда он прошатываясь отошел с открытого места в густую спасительную тень и хоть с момента его появления здесь прошло всего несколько минут он не перестал ругать себя за дурацкую медлительность за то что слишком долго провалялся собираясь серыми он внимательно осмотрелся дома дома бетон кирпич стекла целы улицы освещены в дальнем конце переруком ликание желтоватых и красных огняков неужели это автомобиль довоенная америка прекрасно он задумчиво потер стадины на плече кожа содрана этим местом он проехался по асфальту материзация началась слишком высоко над землей техники что то не рассчитали времени у них не было вам времени у них было в обрез они не успели досконально изучить приборы тем порального примещения а уж тем более настроить их как следует могло быть и хуже скажем материзуешься и видишь что тебе по колено тебя по колено вдавило в асфальт тело покрывали остатки белого порошка который поменялся для улучшения проводимости он принялся стирать разводы мокрой ладонью его тело солдатское вопросов он не задавал сказали снимай одежду лада сказали пойдешь один раз надо значит надо не разрешили взять с собой оружие еще чего ну уж нет и тут пришлось подчиниться металл говорят не подается что на портации черт с ним он простой боец ведь техникам беднее а жертв у него нет оружия пальцы непроизвольно сжались будто он держал в руках свой плазменный излучатель листин гаусс м25 поднял глаза небо над многоэтажными строениями чистое о летающих охотниках убийцах еще никто не слыхал откуда им тут взяться и все таки он продолжал настороженно изучать небо привычка не раз спасавшие ему жизнь никто у них нет хотя неужто у них нет хотя бы летательных аппаратов типа семьи вертолетов есть наверно впрочем кто его знает не стоя для него темный лес разве можно запомнить то что изобрел до дворейный прием представил своего рассыпавшейся головоломкой всю свою недолгую жизнь он прожил среди раз разрозненных оскоков того что когда то было целым оскоков оплавленных в гарнире войны видно больше всего по материализации у него пострадала голова и заставил себя привести мысли в порядок обдумать положение принять первое очевидное решение итак первое необходимое одежда второе оружие третье слушай дружище похрепел спит твой голос рис уже успел забыть о предничуге вот значит гроза твою мать решил завести разговор шанс говорит по английски отметил рис с американским акцентом он поскочил к шансу разлегшемуся на пороге своей хижины вернее того что от нее осталось раздевайся приказал он и потянул шанса звука в куртке что одаряпливайся чтобы бродяга лучше соображал рис под горжевым кулаком тот и сам понял что дело не шуточное и не заставил себя просить дважды не бери меня заманился бедолага разуманенное алкогольными парами и сознание шанса так и не прояснилось он вел долгую безуспешную борьбу с молнией на брюках но решение этой технической задачи в настоящий момент оказалось ему не по силам рис не мешка я сам стянул с него вонючие брюки ни слова от них будь здоров но рису не до таких мелочей шанс прибывающий в мире своих бредней смутно различал какую-то фигуру фигуру вела себя странно то появлялась в фокусе то вдруг исчезала кажется молодой парень лет двадцать двадцать пять а если по глазам судить так и все пятьдесят странные такие глаза точно у стояка много повидавшего на своем веку но в лице парня что то эдакое не здешнее отчего у шанса свина спина покрылась мурашками и он исчез лучше заткнуться быть может молчание и поклонность сохранят ему жизнь рис уже стоял в брюках и застекил куртку а вдруг шестое чувство подсказало ему что это опасность долгие годы проведенные в куртиях развели в нем способность чути угрозу в самых казалось бы естественных шумах и шорохах крышка наблюдать всматриваться вслушиваться стало его второй натуры потому что там откуда он пришел смерть подстерегала человека на каждом шагу и собернулся чтобы увидеть улицу в дальнем конце прилука и поспешил прыгнуться яркий луч шаг по каменным стенам выбирай скризу секунда и он заметался в округе в круге света точно огромное насекомое отчаянно моргая он прищуп прощупывал с гадом территорию пытаясь установить откуда исходит этот слепящий луч черно-белая машина и в ней два человека в форме полиция враги дождался если бы он столько провозился там у себя от него давно было одно мокрое место осталось он наверно оценил ситуацию ему не храбило все то чем располагался чем располагает полицейский патруль машина оружие радиосвязь на бокам безоружен на стычке не может быть речи только о отступлении он скрызнул в черный провал между стенами средних домов отступление как часто слышал он это слово там на войне когда уходил с переднего края неся на плече раненого товарища отступление звучало в выходе далекого боя сейчас он уловил это слово в шуме мотора патрульной машины сержант Майкл на эдэфер безуспешно высвечивал прожектором темные недра перилка надо же 7 минуты парень был у него на крючке и вот тебе пожалуйста долгёру признал сержант осечку въехал с другой стороны а я тут пошурую новичок Льюис его напарник послушно кивнул и Найдэфер выскочил из машины на ходу вынимая пистолет забывая сиреной вращая красно-синей мигалкой машина выехала из перелока новичок Льюис так голова Льюис замикнула в блеске фонарей на приличном расстоянии от полицейского там где перелок пересекала узкая аллея сержант набрал легкий воздух и припустил перекрестку Льюис слышал как отъехала машина топот проследователя позади свидетельствовал о том что обстановка сказывается благополучнее нежели могло быть за ним гнался всего один с ним он справится без труда и решит тем самым главную проблему оружие Льюис наступал босыми ногами набитое стекло многочисленные порезы соотнили кровоточили он усмеял бой усилием воли не время ослабляться пусть ему преградил завал мусора одним прыжком преодолев препятствия и понеся в группу в руку в норму за поворот идут полицейские окончательно притянув его из виду на эфир пыхтяя 2С сбавлял темп 15 лет за употребление дешевым кофе и табаком сделали свое дело но потормозил сержант не столько потому что окончательно выдохся просто не нравилась ему эта история он выргулся устил засранца а теперь лазает тут как крыса по помойкам да и пришить в этом каменном мешке могут запросто все нутро у него горело точно обожженная устраивая такой кросс по пересеченной местности из-за чего это нищенскую зарплату да кому это надо если бы ему платили такие подвиги он взвел курок своего постояга и потащился к повороту метнулся за угол держа постояга в вытянутой руке другого рукой прикрывая живот никого опасливо шагнул в неуютное темное чрево аллеи с замиранием сердца помедлил возле больших музоноконтейнеров внутри не спрячешься сверху набитыми сверху набиты отбросами а вот между ними вполне может поместиться человек на этой ферме сжал пистолет обеими руками напряженно ощупил взглядом пространства между ящиками ничего особенного только какие-то девяшки выглядывают именно там куда сватывался сержант и петлисов влипнув в стенку бака Кайл Рис не отрывавший глаз от наведенного на него пистолета модель старенькая но пушка в отличном состоянии наверняка недавно с конвейера оружие было хорошо знакомо изу Смит и Вессон 38-го калибра супер дизайн предназначен специально для полиции ему давать дело стрелять из такого конечно до 4-го калибра ему далеко но это не худший вариант владельцы столь не оборотимого сейчас ризу пистолета был не первой молодости грузный запыхавшийся и к тому же порядком стухнувший то что надо дождавшись когда сержант повернется к нему спиной риз молниеносно выскочил из темноты мощным ударом сбил болезньского смог но именно схватив за руку держащую пистолета на эфир начал сползать на землю горнул шальной обыстрел в следующем мгновении рис одним в ком заводил оружие дело было сделано он поднял поверженного блюстителя порядка за ноги и всеркнув прислонил к стене взвел крок смит и Венсона Рессона приставил оружие к лицу еще не очушившего полицейского сознание медленно возвращалось к Найдеферу прямо перед ним сияла отвлительная черная дыра дуло его собственного дабельного оружия за ним следили внимательные глаза грызастый к на лице совсем еще зеленого юнца дичь какая то рис пока не получил ответов на множество мучивших его вопросов точное местонахождение участка выброски координаты цели интенсивность транспортного потока в районе операции и так без конца бляха с надписью полиция Лос-Анджелеса выкрашавшая сержантскую форму подсказал ему ответ на главный вопрос он попал к месту назначения но оставался еще один невыясненный вопрос ответ на который определил его дальнейшие планы рис понимал что проволочки неуместны вот-вот вернется второй патрульный а тридцать суроп изупил он допросом четыре тридцать день пятница на этот фирм с готовностью давал ответы рассчитывая что это успокоит психа если бы число какое как он ненормальный на это замешкается с ответом 9 9 марта плеснул с утеплением задавал всем вопросам всем вопросам вопрос какого года слепой животный страх парализовал волю сержанта ну дела год ему подавать псих точно конец не пришел он зажмутся ожидая пули виск томасов заставил Кайло обернуться у входа в перевод остановилась полицейская мигалка из машины выскочил диво содержатого пистолет побежал между домами и смотнулся в противоположном пролении и замер путь ему преградила еще одна машина окружен он лихарочно отзирался по сторонам на расстоянии вытянутой руки от немом металлическая дверь с висячим замком он кинулся туда и напрягшую мускулу ударил плечом чуть повыше замка с такой силой что дыхание перехватило но дверь поддалась опуская его в сумочную неизвестность босые ноги ощутили холод кафельного пола извилист извилистый темный коридор петля точный лабиринт уводил бы в глубину помещения он спотыкался в какие то ящики налетал на стены пока впереди заморячила полососвета из под двери он загнался и в ком распахнул дверь в просторный зал освещали брызочные блики уличных фонарей все пространство комнаты заполняли столики и прилавки между которыми оставались лишь узкие проходы он напрягал зрение пытаясь рассмотреть помещение пахло чем то знакомым да этот этот это тот самый отвратительный запах стерильности он напомнил ему оставленные киборгами бункеры когда его команда продавников спускалась в подземное логово машин в нос ударилась такая же вонь космических препаратов где то монотонно гудели кондиционеры но сквозь их обманчиво успокаивающего шужжание его тренированный слух уловил эхо осторожных шагов он здесь не один рис поспешил дальше не разбирай дороги главное оторваться от приследования бегал взгляда вокруг было достаточно чтобы понять он находится среди россыпи скачных сокровищ блестящие поверхности предметов разноцветные разноцветие красок его занесло в универсальный магазин тесный коридорчик привел его к стойкам с одеждой здесь под прикрытием длиннополых пальто и плащей он золотая и в дыхании пристушился кровь молотом стучала в висках он чувствовал присутствие враждебной силы где то ядом вот оно трое считая себя незамеченным и бесшумно окружали его он обвел комнату цепким взглядом не выпуская ни единой мелочи мозг инстинга работал в поисках выхода северную стену помещения занимала галантная ветрина с видом на улицу сплошная как ее открыть мимо ветрины поползала полицейская машина и скрылось далеке маскировка из потянулся и снялся кронштейн висевшего у него над головой первый попавшийся плач набросил его на себя и только теперь до него дошло как он подрок крадущиеся шаги становились все ближе к лучу карманного прайка упал на соседние яд кронштейнеров бежать легче бесплотной тени стараясь не выдать себя ни шором ни скрипом риск высказанного за вешалок и по платунски платунски по полской витрине в которой бессмысленно улыбались манекены в элегантных нарядах прижался к стеклу ощупывая каждый дюйм поверхности как то ведь она должна открываться наверху экспозицию украшала яркая бумажная лента с надписью мода 1984 он у цели полицейская машина возвращалась луч проектора вновь задержался на витрине здесь оставаться нельзя решил риск начало вступать в глубину такого зала отовсюду ему слышался здравленный шепот выгруженные шаги окружали его возле бурного прилавка он заставил себя остановиться где же преследователи кажется где же преследователи кажется все стихло повезло подумал рис он взял пару ботинок приложил их своим подошвам малы подумал еще одну пару слишком тесны а если в самый раз а не а если в самый раз в ту минуту когда рис оторвавшись от погони померял обувь впереди опять замеркали огни фонарей где спрятаться чуть поводали он заметил кабинку с раздвинутыми шторками и надписью фото на паспорт риск прыгнул в нее плотно задернув на замеске и усевшись на стул зашнуровал ботинки с незапамятных времен любой пихотинец знает азбышную истину удобная обувь для солдата та же важна как и хорошее оружие риск пошевелил пальцами в зашнурованных ботинках приноравливая приноравливая склопновки плотинки легкие ничего не весят подошва тонкая для проселочной дороги или в лесу не годятся а в городе лучше не придумаешь сидели хорошо на сбоку надпись ники Nike что бы это значило единственным известным ему предметом с подобным названием была старинная модель баллистической ракеты тонкий прикрыющий лучик пробился в щель между занавеской и полом тогнул и пропал до слуха Риза донесся слабый шорох фунаем посвятили где-то рядом неразборчивое перешептывание смолкло шаги удалялись рис выглянул с кабинки путь свободен перед ним поднималась металлическая лента отключенного эскалатора перескакивая через ступени рис влетел на второй этаж хозяйственные товары женское белье у юго-восточной стены он нашел то что искал аварийный выход дверь закрыта раму опоясывает проволока примитивная система сигнализации с табличкой на двери предупреждала что пользоваться выходом можно только в чрезвычайной ситуации может пронесет и риса надвинулся засов и дверь осмахнулась не издав ни звука сигнализация либо отключена либо выведена из строя перегрузкой всей местной сети во время охрана портации пристроившись на площадке запасного выхода он окинул взглядом улицу оказывается он стоял прямо над пустой полицейской машиной с выключенными огнями покошачий бесшумно рис прыгнул на асфальт и согнулся прячься за машиной повышка самодисциплины заставила его еще раз перевести разведку на местности улица пуста за углом кто то есть на всякий случай он потянул на себя дверцу машины невероятно но она даже не была заперта разъявы все на цвете позабыли так торопились меня сцапать он сел за руль ключей в замке зажигания не было а машина ему сейчас очень нужна посмотрим чем тут можно заражиться главное что конечно реймингтон 850 глаза риса возбуждены заблестели в его время это вид оружия уже представлял одесс лишь как памятник отдаленной эпохи а здесь у них весь антиквариат как новенький он снял оружие с подставки и спрятал под плащом незаметно со стороны и всегда под рукой оно будет его другом ему другом рис торопливым шагом отошел от машины и повернул за угол теперь можно расслабиться три с половиной минуты назад он был беззащитнее навражденного младенца сейчас одет вооружен и нисколько не отличается от любого другого прохожего нужно подумать еще о деньгах продуктах и машине время у него пока есть черт побери он все таки прорвался сюда сердце радостно забилось от пенящего сознания что он несмотря ни на что жив и готов к решающей схватке рис причудился смахнул с лица капли дождя и рассмотрел изумительный довоенный пейзаж открывшийся его взгляду он стоял на пересечении шестой улицы и улицы олив площадь через дорогу называлась першинг сквер неужели он родился в какой нибудь миле отсюда в детстве он здесь играл но его и детские воспоминания не сохранили ничего похожего на эту нарядную улицу застроенную пяти и шести этажными домами обрамленную зеленой каймой парка залитую светом он перебирал в памяти недавние события не то что недавние опровергнувший всего 9-15 10-15 минут назад в его измерении 15 минут назад он шагал по глубокому подземному бункеру возглавляя отряд взрывников позади все рвались мощные снаряды еще так его ребята кроленым железом сжигали это гиблое место камни на камне не оставляли хмельная радость победы кружила им голову люди одолевшие роботов ощутили свое монолитное единство и готовы были идти до конца там на него все это и свалилось Джон казалось был совершенно спокоен по нему никогда ничего не скажешь иначе не был бы он Джоном Коннором он шел рядом с Карлом Ризом положив сильную руку на плечо юношей и стараясь перекричать грохот залпов краской излагал суть задания Джон сам решил отправить на задание Риза не успел опомнить как его подвели группе техников колдовавших над приборами Риз проворно спросив форму оружия передал товарищу специалисты его точно муравьи одни записывали его биоритмы другие брали пробы делали экспресс анализы третьи накачивали медикаментами Джон отошел в сторону но глаз Сариза не спускал дальше события понесли из головокружителей высотого тела Риза покрыли толстым слоем сероватого желе уличил лучшего проводимость отношнотворного запаха препарата Риза его не задохнулся его провели в тесную камеру где он должен был остаться один техники вышли Джон последний раз встретился взглядом с Ризом поражение появившееся на лице генерала поразило юнишу так генерал смотрел на него лишь однажды когда зачитывал приказ о переводе Риза на 132 частью в особое разведывательное подразделение находившееся под личным командованием его Джона Коннора Риза глянулся на своих ребят и все его залило слепящий свет раздирающая боль пронзилое тело он очнулся на холодном татуаре Лос-Анджелеса и вот он стоит под дождем отыскивая в предрассветном тумане першинг сверх и испытывает одиночество какого не испытывает не испытал за всю свою недолгую жизнь неясное волнение охватило его на этих улицах он бывал прежде мальчишкой но никогда не видел их такими оправляясь в прошлое Риз был готов к встрече с родным городом но не знал какой она будет это встреча не распускаться показал он себе никаких эмоций он отсек все что не касалось его задания воспоминания тревоги посторонней мысли под замок он вернется к ним позже в данную минуту его должно интересовать лишь в выполнении задания в поисках телефона автоматалист прошел вдоль длинного вновь увидел в будке телефоны справочника открыл его на букве к и принялся листать страницы палец из его пробегавший одну строчку с другой замер возле имени Сара Джей Коннор и что так все